МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старшеклассники сдают нормы ГТО. Судебное разбирательство по самовольному подключению к сети кабельного телевидения. Психологическая помощь для студентов ДЭКО. А сейчас об этих и других событиях подробнее. На плановом оперативном совещании глава Десногорска Вячеслав Сидунков подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Учреждения образования нашего города продолжают участвовать в конкурсах «Школа Росатома». 17 октября свой проект «Разноцветный танцующий мир» в онлайн-полуфинале защищал коллектив Дома детского творчества. А 19 октября состоялся онлайн-финал для детского сада «Ивушка» и его проекта «Образовательное пространство игротека». Эти проекты находятся на сайтах образовательных учреждений и десногорцы могут за них проголосовать. Общественное мнение горожан пойдёт в защиту проектов и повлияет на конечный результат. Юноармейцы третьей школы, получив новую форму, приняли участие в первом областном слёте и военно-патриотических сборах. Отдел социальной защиты населения предлагает в каникулярное время бесплатные путёвки детям от 8 до 15 лет и детям, о находящемся в трудной жизненной ситуации от 8 до 17 лет. «Соколья гора» с 28 октября на две недели, санаторий по профилакторе «Кристалл» с 31 октября, оздоровительный лагерь «Прудок» с 28 октября и социально-оздоровительный центр «Голоёвка» с 29 октября. Из 4 тысяч человек взрослого населения, подлежащих иммунизации, привито 2473. Ситуация с вакцинацией детей остаётся сложной. Медотводов мало, а вот официальных отказов родителей много. Впервые члены комиссии по чрезвычайным ситуациям Десногорска проходят дистанционное обучение. Преподаватели областного методического центра отмечают высокую дисциплину и хорошую подготовку. С 21 по 23 октября в спортивном зале «Полимер» пройдёт первый тур Первой лиги чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Приглашаем любителей спорта поболеть за десногорцев. Школьники и студенты Смоленской области присоединились к Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов», которая направлена на знакомство с предприятиями и профессиями региона. В течение недели будут организованы экскурсии, включающие встречи с конструкторами, инженерами и специалистами промышленных предприятий. В рамках акции школьники и студенты смогут не только познакомиться с особенностями инженерных профессий и рабочих специальностей, но и определиться с выбором будущего дела. Распоряжением правительства утверждено распределение межбюджетных трансферов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения. Как сообщает пресс-служба администрации Смоленской области, наш регион получит более 21 миллиона рублей. Это позволит сохранить достигнутый уровень лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. С 2017 года сдача норм ГТО ждет всех россиян. Первыми проверяют свои возможности старшеклассники и студенты. Центром тестирования в нашем городе стал физкультурный комплекс Десна, где побывала наша съемочная группа. В Десногорске пилотный проект по сдаче норм ГТО стартовал еще в прошлом году. В итоге 14 человек получили золотые значки и двое серебряные. Дети проявляют огромную инициативу, так как есть большой положительный результат в том, что при сдаче ЕГЭ, то есть у кого золотой значок, детям присваивается дополнительно еще один балл. И очень многие дети стремятся, потому что это как бы помощь к поступлениям. Старшеклассники школ и студенты колледжа, а это пятая-шестая ступень, сдают восемь нормативов по выбору и два дополнительных. Мы наблюдали, с каким старанием молодежь готовилась, а потом сдавала упражнения. В этот раз подтягивания, рывок, сгибание туловища и прыжки в длину. Все нормативы сдаются по утвержденному графику в течение учебного года, так что у ребят есть возможность потренироваться, чтобы получить высокие баллы и даже при необходимости пересдать в течение месяца. Протоколы, оформленные специалистами ФОКа, отправляются в Казань, где принимается окончательное решение о присвоении тех или иных значков. Их старшеклассники и студенты получат в конце учебного года. С наступлением холодов сотрудники МЧС готовят мобильные пункты обогрева для автомобилистов, которые устанавливают на опасных участках региональных и федеральных автотрасс во время морозов. Их создают для помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Каждый пункт укомплектовывают рации теплыми вещами, медикаментами, тепловой пушкой и электрогенератором. Следующим сюжетом мы хотим напомнить вам, что 14 августа житель Десногорска незаконно подключился к телевизионной кабельной сети. У него накопилась задолженность по оплате за кабельное телевидение. Радиомеханики при очередном обходе отключили должника. Он, недолго думая, разрушил корпус канала, перерезал магистральный кабель и самовольно подключился. Только Горя Кулибин не думал, что таким образом он не только не подключится сам, но и оставит без телевидения целых три этажа соседей. Теперь разбираться с нарушителем будут в полиции. По факту незаконного подключения к оконечному оборудованию кабельной сети ООО ТРВК Десна ТВ дело было передано на мировому судье. Судья в административном порядке рассмотрел дело и вынес решение о наложении штрафа на сумму, которая позволила бы нарушителю подключиться к кабельной сети и целый месяц смотреть телевизор, не нарушая закон. Жители России ждут трехдневные ноябрьские выходные. Бонус россиянам подарил День народного единства. Как сообщили в Роструде, отдыхать граждане будут 4, 5 и 6 ноября. Что касается 2017 года, то в общей сложности россияне посвятят отдыху его треть. В следующем году выпадает 118 выходных дней. Губернатор Алексей Островский подписал постановление об установлении новой величины прожиточного минимума. В третьем квартале этого года в расчете на душу населения потребительская корзина, которая включает минимальные наборы продуктов питания, самых необходимых непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы, составила 10 412 рублей. По основным социально-демографическим группам цифры следующие. Для трудоспособного населения 11 222 рубля. Для пенсионеров 8 581 рубль. Для детей 10 151 рубль. Сотрудники молодежного центра провели тренинг на тему избавления от вредных привычек для студентов Десногорского энергетического колледжа. 18 октября психологи молодежного центра побеседовали с ребятами о значении здорового образа жизни, рассказали, какой огромный ущерб наносит человеку пьянство, наркомания и табакокурение. Помогли подросткам проанализировать собственное отношение к вредным привычкам. Подобные занятия со студентами специалисты проводят ежемесячно в течение всего учебного года. В план тренинга входят не только беседы о здоровом образе жизни, но и упражнения на развитие коммуникации и профилактику о социальных явлениях в молодежной среде. Для этого психологи подбирают специальные методики. Методика, она есть, то есть целостная такая, но мы ее немного меняем по требованиям, по запросам, по их личным запросам, что они хотят получить. То есть если у них были какие-то страхи, мы делали на страхе, то есть ориентировались на фобии, чтобы они от них как-то могли избавиться, помогли друг другу и помогли сами себе прежде всего. То есть были проблемы в коллективе, чтобы они как-то все вместе дружно могли дальше учебную свою деятельность устраивать и просто межличностные какие-то отношения, контакты. Во время тренингов в группе создается атмосфера доброжелательности. Ребята легко и быстро включаются в работу, стараются раскрепоститься и раскрыть все свои творческие возможности. И надо отметить, что занятия дают положительные результаты. Сегодня мы как-то раскрыли свои группы, мы сделали выводы, уверенные мы или не уверенные. Ну, все было очень весело. Очень интересно каждый раз что-то узнавать новое для себя, ну и себя больше узнаю своих одногруппников, друзей. Программа этих тренингов направлена на сохранение не только физического здоровья подростков, а прежде всего на поддержание и развитие психологического и духовного состояния молодежи города. 21 октября состоится презентация книги Владимира Платонова «Сказы и предания». Всех, кто хочет прикоснуться к прекрасному творчеству автора, приглашаем в 18 часов в актовый зал музыкальной школы. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова